И так, уважаемые телезрители телеканал очки кент, с вами я, Мариам Супагарова, и в этот раз я вас приветствую в студии новой спортивной телепередачи, которая называется 1 плюс 11. Вы меня спросите, о чем это я вам отвечу. Футбольная команда Эльбрус Молокрачевского района заявила о себе и в некотором смысле возродилась. Сегодня у нас в гостях капитан и тренер команды Марат Мудалифович Кузденов, а также директор этой команды Мурат Байчура и, конечно же, Хриса Хамитович Байрамкулов, который является начальником футбольного клуба Эльбрус. И прямо сейчас я хочу задать, точнее сначала сказать вам о том, что они заняли третье место, но до сих пор мне как-то вот смутно рассказывали, и я не совсем точно знаю, где и в какой игре они заняли это третье место. Мурат Хамзатович Байчура, пожалуйста, вам слово. Что за третье место? Это победа или все-таки поражение? Добрый вечер. Это для нас, конечно, скажем, не победа, но это хорошее начало. Мы, если кто в курсе, больше 12 лет в Учки-Кен не участвовал в первенстве Карачаева-Черкесии и Старопольского края. В этом году мы решили возродить футбольный клуб наш. Было заявлено 14 команд на первенстве КЧР. Меня самого удивило, что такой высокий уровень футбола у нас сейчас в КЧР. Ну, скорее всего, сказалось это после чемпионата мира всеобщий такой бум футбольный идет. Любовь к футболу как-то заново, как-то новая эта и проснулась. Мы заявились, играли каждые выходные на выезде. Игры проходили в Черкесске на стадионе «Март». То есть вы репетировали, тренировались, можно сказать, непосредственно на том поле, на котором вы играли? Нет, мы тренировались здесь у себя на стадионе Учки-Кене и в Кисловодске. Вот ребята, тренер, пейса, они вплотную этим занимались. Потом мы решили заявиться, как бы попробовать. Ну, слава богу, заняли третье место. И вот, повторяя как-то свой вопрос, это победа для футбольного клуба «Эльбрус» после 12-летнего сна, да? Или все-таки поражение? Я бы не сказал, что и победа, и поражение. Это, скорее всего, это очень хороший результат. Потому что, я же говорил, был большой перерыв, и футбола большого, так скажем, уровня республики не было у нас. Но это хорошее начало, если учесть, что команды были очень солидные. Из Черкеска несколько команд, и все районы представляли свои рейтинг. Все районы, короче, Черкесской республики? Да, да. 14 команд, это очень солидно. Последний раз, когда мы участвовали в 2000-х годах, было 10-12 команд, участвовало. Это был максимум. Да, это максимум, да. Так что это, ну, будем считать, что это победа. Но хотя могли выступить чуть лучше. Да, могли выступить чуть лучше, если бы, наверное, не было этого перерыва. Хотя, нет, не будем ставить припоны и что-то винить. Третье место, это тоже призовое место, и замечательно, что у нас третье место. О деталях этой игры я бы хотела поинтересоваться у начальника футбольного клуба, получаете, да, Хмисан Хамитович? Да. Вот игра, началась игра. Что стало самым сложным, через что ребятам было сложно пройти? Какая команда оказалась сильнее? Ну, салам алейкум, я приветствую всех. И самое интересное то, что, когда мы собрались, это было так, ну, можно сказать, усилия Мурата и Марата, когда они меня пригласили, я тоже был очень рад, что футбол начали так спонтанно, но собрались ребята, те, которые очень любят этот футбол. Самое трудное, наверное, было это начать футбол, когда друг друга не знаешь. Ну, в Карачаевском районе, то есть вы о футбольном клубе сейчас у нас говорите, да? Да, о футбольном клубе, о нашем, Эльбрусе. И в тот момент, вот как раз, когда начались игры, там у нас получилось так, что, ну, не знаю, с одной стороны, может, это плохо, некоторые ребята даже друг друга имена не знали. Ну, и как-то играли на одном поле, так, что ли, получается? Ну, играли на одном поле против солидных игроков, которые стали чемпионом. То есть это была первая игра. И на самом деле... У меня нет слов. Да, это было очень серьезно, и проиграли это всего лишь на один мяч. И, то есть, игра была очень серьезная. Ну, ребята захотели, то есть у нас и травмы были, многие ребята получили травмы. Спонсорство вот только у нас, благодаря нашему... Ну, это наш друг, как бы там мы... Это Мурат. Только из-за него... Мурат, имя, отчество... Мурат Хамзатович. Мурат Хамзатович? Он же является вашим спонсором, замечательно. И мне кажется, он не может не спонсировать, не болеть душой за этот футбольный клуб. Мне известно, дорогие телезрители, что Мурат Хамзатович Байчура, еще будучи юным мальчиком, занимался в этом футбольном клубе Эльбрус. И в какие годы это было, мы сейчас поинтересуемся у него самого. Мурат Хамзатович, мы просим прощения, что в вашем присутствии говорим о каких-то ваших достижениях. Это, с одной стороны, очень неправильно. Но вот замнем этот момент и сейчас об истории этого футбольного клуба. Когда все началось? Мне как-то говорили какие-то 60-е годы, и мне стало очень интересно. Неужели у нас в этом маленьком Малакрачевском районе имеется футбольный клуб с такой историей? К сожалению, об этом уже многие забыли, но корни Эльбруса очень глубокие. Мы еще точно не установили, какой год основания Эльбруса. Старожилы и болельщики футбола некоторые говорят 63-й, другие говорят 64-й. Мы, кстати, хотели обратиться к нашим, так сказать, аксакалам футбола, если кто помнит точную дату, чтобы внести ясность в это. А так Эльбрус, это, ну что, не скажу, что это громко будет звучать, если в плане развития спорта именно как какого-то вида, с футбольным клубом Эльбрус может сравниться разве что вот Нарчеркесский, который сейчас, ну, тоже не лучшие времена переживает. Эльбрус является чемпионом Ставропольского края 70-го года. Ну, чтобы вы представляли, что такое в 70-х годах футбол в Ставропольском крае. Ну, чтобы молодежь, а так-то... Да, разумеется, очень интересно. Взрослые люди знают, Эльбрус заняла первое место, второе место заняла Динамо Ставрополь, третий был Протлерман, четвертый Машук Пятигорский, который сегодня является командами мастеров, да? Вот в такой борьбе Эльбрус в 70-м году первый раз занял первое место. В своей истории. Да, в своей истории, да. Чемпионом КЧР Эльбрус становился многократно, даже председать путь тяжелым финалистом и обладателем Кубка. Второй раз большое достижение Эльбруса, это было уже при мне, в 88-й год мы стали обладателем Кубка Ставропольского края. Еще можно вспомнить из истории, из, так сказать, грандиозной истории Эльбруса, что мы становились серебряными призерами Ставропольского края. И, если честно, до сих пор, как бы, осадок этот остался у нас. Спортсмены это знают, что это такое. В финальном матче нас просто засудили в Ставрополье. А еще у нас можно с удовольствием вспомнить то, что Эльбрус в 92-м, 93-м годах участвовал на первенстве Юга России. Это сейчас третья лига считается. Мы один год были седьмыми, а второй год стали бронзовыми бризерами. Там участвовали очень солидные команды из таких городов, как Краснодара, Страхань, Нальчик, Владикавказ, две команды Владикавказа была. Грозненские команды две были. Ну, много хороших команд было. И в этой вот такой, скажем, в таком созвитии команд мы были третьи. Были времена, когда Эльбрус играл в международные товарищеские матчи. Кстати, о международных товарищеских матчах. С какими странами наша футбольная команда играла, какие обыгрывала? Вот этот момент тоже очень интересный, наверное, будет для наших телезрителей. Ну, международных товарищеских матчей у нас было немного. Тогда был соцлагерь, и поэтому мы играли с болгарами. К нам приезжали, команда «Свобода» называлась здесь. Болгары приезжали сюда? Да, в Учкакене. Матч, большой матч. Мы сыграли в ничью 1-1. Еще можно вспомнить, знаете, что это не международный матч, но в Учкакене был товарищеский матч между чемпионом, женской командой России. И надежда тогда была, и Лада Тольятти, и Ючкакенский, и Эльбрус. Ну, мы как истинные футбольмены могли обыграть их, но сыграли в ничью, так сказать. Как благородно. Договорную сделали игру. Можно много чего вспомнить, но хочется, чтобы не одними воспоминаниями наживали. Разумеется, не одними воспоминаниями полнятся меры. И я очень надеюсь, что, начиная с этого момента, у нас уже есть бронзовая медаль в кармане. Можно так сказать? Конечно. Бронзовая медаль у нас уже в кармане, уже на столе здесь, дорогие телезрители. И с этого момента команда Эльбрус начинает свое восхождение наверх по карьерной лестнице. Или как ваша эта лестница называется в футболе? Можно так сказать? Можно и так сказать. Да. И сейчас про перспективы этого футбольного клуба. Мурат Хамзатович, как вы считаете, можем ли мы сегодня говорить о перспективах какого-то маленького футбольного клуба, в котором играют большинство дети? Марат Мудалифович не даст мне соврать. В прошлый раз мы показывали в сюжете ребят 7-8 класса, мальчиков-подростков, в которых горят глаза. Но, тем не менее, они и малыши еще. Ну, это хорошо, что у них глаза горят. Это, во-первых, наше будущее, это наша надежда. Футбольный клуб без детей существовать долго не может. Потому что дети – это корни. Рискарь, дерево, сами знаете, быстро высыхает. У нас есть ветераны, собираем клуб. Сейчас собрали, провели несколько товарищей матчей. Основной состав играет. Дети у нас уже две группы. Об этом Мурат Мудалифович расскажет. Они недавно участвовали во всероссийском турнире. В СМТК. Мы сейчас собираем кооптический совет. Кстати, очень приятно, что кому бы мы ни предлагали, из людей района, из жителей района, из любого ранга людей, все с удовольствием приняли наше приглашение войти в наш общественный кооптический совет. У нас есть сейчас своя атрибутика, флаг, вон дела. Сами разработали, сами это делаем. Открыли даже спортивный магазин. Магазин спортивных товаров? Товаров, да, именно. Трус тоже в Русске называется. В общем, планы большие. Ну, звезд с неба не собираемся хватать. Ну, самая большая наша надежда, или там, скажем, цель, как можно больше детей привлечь с улицы на стадион. И я как бы с этим уже сталкивался. В двух тысячах годах мы возрождали очередной разы брус. И очень даже неплохо у нас получалось. Ну, тогда вы помните, были большие передраги с политической властью у нас в республике. Это тоже на нас повлияло. Ну, в этот раз мы хотим, реально, журавлей в небе не будем считать. Хотим синицу в руке. Ну, и хотим, чтобы у нас футбол был. Мурат Хамзатович, вы говорите, футболу Малакарачевского района быть. И это не может не радовать. А, конечно, основа, база футбольной команды и в будущем даже клуба футбольного «Эльбрус» являются дети, учащиеся футболисты-подростки, о которых мы прямо сейчас поинтересуемся. У Марата Мудалифовича, капитана и тренера футбольной команды «Эльбрус». Марат Мудалифович, сколько ребят уже готовы для участия в соревнованиях и сколько вы воспитываете на данный момент? Салам алейкум. Здравствуйте. У меня на сегодняшний день две группы. Первая группа – двух. 2005-2006 года – это одна группа. И вторая группа – 2007-2008. Это рождение, получается? Да, это рождение. У меня две группы. В одной группе у меня 15 человек, в другой – 20. Бывают ли соревнования для таких малышей? В прошлый раз мы, я помню, мы разговаривали с вами, все-таки напомните, бывают ли соревнования для футболистов вот этих годов рождения, которые вы перечислили. Да, в прошлый раз мы разговаривали, как раз мы заняли первое место в чемпионате Карачао-Черкесской республики. Молодежь наша. Недавно, в ноябре, 1 ноября, в Висимтуках был турнир. Было 14 команд. Очень серьезный турнир. Очень серьезный турнир был. Там команды были с Владикавказа, с Махачкалы, с Ставропольского, с Краснодара, с Туапсе, Терек, Терек, Розный был. И мы заняли седьмое место. Там тренера, футбольного клуба Ахмат, они очень удивились. Ахмат это не щенская? Ахмат, это не щенская республика. Тренер их не удивился. Он подошел, спросил, сколько занимаешься, сколько выступать. Я сказал, первый раз выступаем на таком турнире. Ребята, он очень удивился, сказал, будущее есть, не бросать, а заниматься с детьми. То есть, мастерство ребят понравилось тренеру Грозненского футбольного клуба Ахмат. Он подошел, пару ребят спросил, сколько лет, сколько занимается. Замечательно. Но уже это говорит о многом, да, в перспективах этого футбольного клуба. И далее, господа, если вы не против, мне бы очень хотелось поинтересоваться о личном опыте Мурата Хабзатовича Байчоры, который, я знаю, занимался в этом футбольном клубе с самого, можно сказать, зарождения, с первых лет, скажем, существования этого футбольного клуба. Ну, я участвовал впервые в СССР-1908 в восьмом году, выступал за Эльбурс по 94-й, вот по 93-й. Это тот год, когда вы заняли Кубка Края и заняли второе место в Старопольском Крае. Потом я играл за Кисловодский Нарзан. Были приглашения. Нарзан – это футбольный клуб? Нарзан. Ну, сегодня я возглавляю этот клуб. Я являюсь президентом футбольного клуба Нарзан. И за нее играл долго. Были приглашения и в Сухом, и в Асмарал, в Кисловодский, в Старополь. Ну, тогда поле в 100 век, так скажем, не позволяли уехать. Ну, не знаю, в 2002-м, в 2005-2007 году, да, было. Я уже был и тренером Эльбруса. Мы добились тоже определенного успеха. И брали на пересты края и на пересты КЧР. Побеждали КЧР, были финалистами кубка КЧР. На пересты края мы выиграли два кубка в памяти Дангулова и памяти Никишина. Солидные были эти. Были финалистами кубка газеты Савропольской «Правды». Можно много чего вспомнить из таких вот, чтобы мы обыгрывали в контрольных товарищеских матчах такие команды, как судостроители Астрахань, играли со светотехникой из Саранска. Что еще можно вспомнить? Ну, чтобы так внести колорит, чтобы вы знали, что из себя представляет Лучки Кен Эльбрус. Например, сегодня есть такой агент, международный агент, УЕФА Арсен Минасов. Вот признанный в футбольном мире авторитет. Он в свое время вместе со мной три года играл с Эльбрус. Чкитинский. Есть такой тренер всем известный Кригорян Александр. Он с нами тоже играл. Можно вспомнить хороших игроков. Были такие игроки за очки кем выступали. Александр Сабинин, который в свое время был капитаном команды Мингородского локомотива. Сейчас он тренирует в Беларуси. Учки кем футбол имеет большие большие так скажем огромную историю и перспективу. Надеемся, что перспективу. Хочу добавить, что из нашего близкого окружения единственное, кого Мурат не стал говорить, это из-за того, что это его сын. У нас есть друг, непосредственно наш игрок и воспитанник, можно сказать, который пробился высшей дивизион футбола российского. Высшую лигу. Да, высшую лигу. Он играл в Кубани. Галкипер это сын Мурата Расу Байчура. Расу Муратович Байчура. Теперь мы будем об этом знать. По паспорту он Эдуард Байчура. Но мы знаем, что его зовут Расу. Для своих он Расу. То есть он наш друг, близкий и мы как бы знаем все его достижения и как бы этот человек для нас пример. Например, даже являясь человеком, который очень много знает про футбол, но я знаю, что и Мурат, и Марат меня поддержат в этом, что человек, который не хочет оставить это дело, получив даже травму, сейчас он получил травму, старается и вот сейчас он надеюсь восстановится ко времени и дайло, чтобы у него все было хорошо и продолжить карьеру спортом, вот именно в футболе. Если касаться имен, то я бы обязательно хотел вспомнить своих наставников, своего тренера Бурсониди Неофити Георгиевича Царства Ему Небесное, чемпиона Российской Федерации, игрока Ставропольского Динамо, тренера высшей категории, тренер, который закончил лучшую школу тренеров, который обучался вместе с великим Львом Ящиным Сергеем Сальником, чемпионом. Он в свое время у нас и детей тренировал, Марата Далифовича, Хрису. Потом я бы хотел вспомнить Иосифовича, Лазаря Иосифовича, которого тоже с нами нет. И, конечно, Саркиз Каспарыч Акапиана, чемпиона России в составе Ирюанского Роэта. Конечно, пусть им будут пухом. Это те люди, которые возрождали футбол, ну, более, так скажем, уисоков возрождения малокарачаевского футбола. Те, которые сделали наш малокарачаевский футбол. Мурат Хамзатович, на этом я предлагаю завершить нашу беседу. И, прежде чем мы разойдемся от вас, как от заядлого футболиста, небольшой лайфхак, такой совет. Как необходимо, по какому графику нужно жить, чтобы быть в форме и быть всегда готовым сыграть матч? Ну, от себя что-то сказать тяжелым, я скажу словами Диего Армандо Марадоне, который сказал, в тот день, когда вы не играли в футбол, считайте, что вы не прожили. Или вы прожили не прожили. Я хочу добавить еще, чтобы равнялись на Расула Бачура. На сегодняшний день он посещает тренировки, приходит на стадион и детишки все подбегают, кто автограф берет, кто там фоткается с ними и все начали равняться на него. Он стал для них по сути кумиром. он стал для них кумиром. Уровнем, до которого им еще расти и расти. расти и расти. И они начали заниматься все как вам объяснить. Более усердно начали не пропускать. И они подходили ко мне и спрашивали, как он этого добился. Я им объяснил. Он тренировался каждый день. У него была цель стать футболистом, стать вратарем. И он этого добился. И я им сказал, так и они начали все это делать. Начали ходить и тренироваться. Можно добавлю, я забыл, что Расул единственный карачавец, который играл не то, что в высшем дивизионе России, а в Лиге Европы. И у нас нету таких игроков, к сожалению, пока. Но молодое поколение сейчас очень стремится и показывает результаты. Малыши, я сам был на турнире, смотрел, как они играют. Там были ребята, которые чуть-чуть постарше, уже у них был опыт, но у наших был дух. Это было видно, что и вот этот тренер из Ахмада сказал, они очень духовитые и идут до конца. Они даже при проигранных матчах мы смотрели и даже радовались, видели в них вот этот потенциал, характер, который есть у наших народов, которые на Кавказе. И непосредственно не могу сказать, что именно у нашего народа есть этот характер идти до конца. И что мы видели на стадионах, мы даже играя сами, были моменты, когда мы думали, матч окончен, все уже можно оставить, но шли до конца и в конце ничью или даже были моменты, когда мы выиграли. Для всех желающих любителей футбола открыты двери, говорит директор футбольного клуба Эльбрус нашего Малакарчаевского района Мурат Хамзатович Байчоран. Если вы хотите быть не просто сторонним наблюдателем развития футбола нашего района, дорогие телезрители, подписывайтесь на аккаунт в инстаграме Эльбрус, а также пишите админу по номеру телефона, который вы сейчас видите на своих экранах, чтобы он вас добавил в группу, где вы сможете обсуждать все насущные проблемы футбола на данный момент на территории нашего Малакарчаевского района. На этом мы с вами прощаемся. С нами сегодня были капитан и тренер футбольной команды Эльбрус Марат Мудалев Ильич Узденов, директор вышеуказанного Мурат Хамзатович Байчора и, конечно же, начальник футбольного клуба, футбольной команды в будущем клуба Эльбрус Хайса Хамитович Байрамкулов. На этом все, дорогие телезрители. Ждите новых выпусков нашей спортивной телепередачи под названием 1 плюс 11. И завершая, дорогие телезрители, как всегда, я желаю вам здоровья и беречь себя. И, главное, болеть только в футболах. Оле! 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 Оле, 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 оле We are the champions Оле, 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 оле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok